Мне придется дополнить информацией свой ролик о том, что YouTube может исчезнуть в 2019 году. Во-первых, по комментариям заметно, что многие не понимают, о чем речь. Другая половина пишут, что это чушь, бред и фейковые новости. У здравомыслящих, кто пытается рассуждать, возникает много вопросов, и это хорошо, поэтому нужно об этом поговорить еще раз. Помимо прочего, у меня появился визави человек, который попытался мне ответить на это мое заявление. Кстати, это чуть ли не единственная реакция в русскоговорящем YouTube. Остальные блогеры помалкивают, видимо, тоже считают, что это фейковые новости, и их конкретно это не коснется. Об этом мы еще поговорим в этом ролике. Зовут этого симпатичного блогера Вильгельм Варкентин, и он занимается постановками. Я, как понял из его роликов, все, что происходило в последнее время, он считает, что это те или иные постановки. Особенно много он говорил о последних событиях в Керчи, но по его комментариям я понял, что он занимался и питерскими взрывами, и пожаром в Кемерово. Вообще, Вильгельм считает, что все, что нас окружает, это сплошная постановка, что все события, начиная от домов в Нью-Йорке, как вы помните, и кончая абсолютно всеми событиями в России, все это в его понятии постановка. Я не хочу с ним по этому поводу спорить, возможно, он в чем-то прав, так как он мне написал личное сообщение, то, видимо, он ждет реакции от меня, и тем более, есть необходимость дополнить свой ролик. Итак, поехали, ролик может быть длинным, наберитесь терпения, нужно все вопросы осветить. Вильгельм считает, что авторское право не нужно защищать, вернее, он говорит следующие слова. Надо какую-то систему защиты и вознаграждения авторов придумывать, вот это уже правильно. Их же не так много в процентном соотношении к всему населению. А вот патентовать навечно то, что они изобрели, не стоит. Итак, он считает, что нельзя их патентовать навечно, но как-то эти права нужно защищать. Вообще, в течение всего обращения ко мне он противоречит сам себе. Собственно говоря, я этому не удивляюсь, потому что я постоянно делаю акцент на том, что люди, живущие в русскоговорящей зоне, им свойственен вот этот когнитивный диссонанс во всем, во всех рассуждениях. То есть, человек в начале фразы говорит о том, что нужно защищать авторские права, и тут же через полминуты он будет говорить, что не надо патентовать на всю жизнь. То есть, это уже прямое противоречие. Музыканты так не считают. Ни музыканты, ни режиссеры, ни создатели фильмов, продюсеры и прочие, которые занимаются всей этой индустрией, они, конечно же, не согласны. Кстати, одним из самых мощных лоббистов этого закона, вот этого артикля 13-го, например, в Англии являются Пол Маккартни, или в Германии это Дитер Болин. Но это такие большие титаны, обремененные многими и многими миллионами. Они не согласны с Вильгельмом, они считают, что их произведения искусства должны быть навсегда запатентованы, и они должны получать свой процент. Ситуация с Ютуб, их всех бесит, ребята. Они считают, что Ютуб их обкрадывает уже очень много лет. И даже если вы думаете, что их музыка и их песни принадлежат людям, они на самом деле так не думают. И поэтому Пол Маккартни выступил с открытым заявлением о том, что принять этой статьи было необходимо. Я писал в комментариях людям, сейчас ситуация следующая. С одной стороны, борются все эти творцы, так сказать, еще раз повторяю, это писатели, крупные журналисты, создатели крупных блогов, я имею в виду пишущих блогов, это в том числе каналы телевидения, например, такие как Discovery. И их продукцию используют в Ютуб, ну, говорить будем прямо, бессовестным образом. Вот все они объединились и требуют защиты своих авторских прав. А с другой стороны, этих баррикад стоят несчастные блогеры, средние и мелкие блогеры, ну, и в том числе и крупные блогеры, которые считают, что они имеют право использовать картинки, музыку, какие-то изображения, например, съемки того же Discovery для своих фонов, для своих клипов и прочее. Не стоит задавать риторический вопрос, но я его все-таки задам. Как вы думаете, кто победит в этой схватке? Люди, обремененные миллионами и несчастные участники, которые один за одним возникают на Ютуб и используют все это в Ютуб, а еще умудряются на этом зарабатывать деньги. Я тебе, Вильгельм, сейчас расскажу о таком интересном явлении, как гема. Вы слышали когда-нибудь, что такое гема? Я уверен, что для живущих в России это слово ничего не говорит. А вот для живущих в Германии это очень серьезно. Еще буквально недавно практически каждый ролик, когда вы пытались его открыть, если вы житель Германии, у вас появлялась вот такая картинка. На этой картинке стоит, что это видео, скорее всего, содержит какие-то музыкальные материалы, защищенные правом гема. Нам очень жаль, но вы не можете просматривать это видео. Люди возмущались, писали письма, выходили на демонстрации, писали непосредственно парламентариям Европейский парламент, чего только не было. Но в течение практически пяти лет, и вот я сейчас зачитаю фразу из Википедии, деятельность гемы привела практически к полной неработоспособности сервиса Ютуб на территории Германии. 61,5% первой тысячи популярных видео были недоступны. Эта цифра была больше, чем в Египте и Ватикане. Другими словами, в Германии давали просматривать видео меньше, чем даже в Ватикане. Все это подвергалось жесткой критикой представителями местных офисов Universal Music и Sony Music. То есть даже сами музыкальные корпорации критиковали деятельность этой самой гемы. А что это такое? Вообще гема переводится как Gesellschaft für Musiker Aufführung. То есть это негосударственная организация, негосударственная, которая в организационно-правовой форме осуществляет коллективное управление авторским правом. У них есть, например, партнеры, например, в России. В России их партнеры называются Российское авторское сообщество. Такие же партнеры есть в других странах. Но гема в Германии настолько сильна, что она умудрилась, я еще раз повторяю, 61% всего видеоконтента, что касается музыкальных произведений, произведений книг, аудиокниги и прочее, просто закрыть. Это продолжалось в течение пяти лет. Никто ничего против гемы сделать не смог. До тех пор, пока в 2016 году, читаю еще раз из Википедии, в ноябре 2016 года YouTube согласился выплачивать гемосредства на показ роликов, не входящих в белый список. То есть YouTube, грубо говоря, выкупил права на показ музыкальных произведений, которые стояли в гема в черном списке. И вот в 2016 года, о-ля-ля, мы можем снова эти видео или музыкальные произведения смотреть. Как функционирует гема? В нее входят всего 64 тысячи музыкантов, продюсеров, режиссеров. Они при этом платят членские взносы. Например, за 2010 год они собрали 863 миллиона взносов и 1133 работника гема. Вот эти тысячи адвокатов защищают права вот этих 64 тысяч за 863 миллиона евро. Представляете, да, себе? 64 тысячи вносят беспрерывно бабло и тысячи адвокатов буквально задницы рвут для того, чтобы авторское право было защищено. Поэтому не удивляйтесь, когда вы слышите, что в Европейском парламенте была принята статья 13. Кстати, до статьи 13 эта самая гема протолкнула статью 12, а была еще статья 11. Например, по 11 статье они обязали YouTube заставлять блогеров обязательно давать ссылки, если они пользуются тем или иным материалом. Если вы помните, каким был YouTube до того, то вы должны помнить, что этого раньше не требовалось. И все фильтры, которые мы сейчас имеем в YouTube, были наложены только благодаря этим принятым уже в Европарламенте статьям. Поэтому понятно, да, кто продвигает эти законы. То есть это гема, а за гемой стоят такие, как Пол Маккартни, Мадонна, Джастин Биба, Дитер Болин. И таких ребят очень много. И бабла у них очень много. Они готовы эту гему финансировать сколько угодно. А может быть, не только ее одну, а, например, такого европейского парламентария Аксель Фос, который и является автором артикля 13. Вот, посмотрите на него. Он очень доволен тем, что ему удалось протолкнуть эту статью. Еще в июле 2018 года голоса располагались по-другому. Приблизительно 380 были против и где-то 127 за. 36, кажется, воздержались. А вот к сентябрю уже все изменилось. И сейчас статья... Ребята, если вы еще меня до конца не поняли, артикль 13 принят. Он был принят европейским парламентом. Просто весной 2019 года этот закон вступит в силу. И что будет дальше, никто не знает. Может быть, будет так, как было до этого. При нажатии на какой-то ролик у вас будет появляться черное окошечко. А может быть, то, что сказала Вайжицке несколько тысяч мелких и средних блогеров просто исчезнут из Ютуб. Почему? Я сейчас объясню еще раз. Основная мысль статьи или артикля 13 заключается в том, и это самое страшное, что они сделали. Они отдали рычаги самим музыкантам в руки. Весны 2019 года непосредственно каждый музыкант, продюсер, режиссер, писатель, журналист может подавать иск не на самого блогера, так как отношения между Ютуб и блогером были, скажем так, не слишком отрегулированы. А будут подавать они иски непосредственно на Гугл и Ютуб. Вот тут-то испугалась директор Ютуб и написала это письмо. Потому что она поняла, что с весны 2019 года эти иски могут посыпаться на нее, как конфеты во время карнавала из рога изобилия. И все эти иски будут в десятки и сотни миллионов. Поэтому Вайжицкий говорит, что мы не в состоянии будем выплачивать все это. Мы боимся, что волна исков будет слишком большая. У Ютуб остается два выхода. Это наложить еще более мощные фильтры. Но сами работники Ютуб говорят, что это невозможно. Что те фильтры, которые они уже сейчас имеют, достаточно мощные. Кроме того, ведь она озвучила цифру. Только в течение одной минуты загружается информация на Ютуб на 450 часов просмотра. В течение одной минуты. Это значит, что физически они не могут проверить весь тот контент, который загружается на этот ресурс. Поэтому риск того, что где-то будет проскальзывать что-то из этого черного списка, не потому, что блогеры хотят, а просто не знают, очень велик. И тогда Вайжицкий и ее коллектив пришли к другому решению, которое лежит, собственно говоря, на поверхности. Это решение следующее. Во избежание рисков и для того, чтобы не проверять уже существующий контент, а это только на моем канале 500 роликов, я всего лишь два года на Ютуб. Представьте себе блогеров, которые по 5-7 лет на Ютуб, сколько у них там всего скопилось. Так вот, чтобы это все не проверять, они просто уничтожат большую часть канала. Начнут они, конечно, с тех, кто живет в Германии, потому, что закон принят с инициативы немецкого парламентария, и потому, что гема на нас уже давным-давно оттопталась, и они уже все давно проверили, как люди реагируют на эту гему. Ни черта они не реагируют, я скажу вам. Вы можете биться об монитор, вы можете бегать по своей квартире, вы можете писать письма парламентариев, но до тех пор, пока Ютуб не выкупил эти права, никакие ролики не открывались. Точно так же будет с каналами. Если каналы закроют, то закроют их раз навсегда. Не думайте о том, что сегодня вам закрыли канал, а завтра вам позволили его открыть снова. Об этом и речь. Если каналы будут закрыты, точно так же, как каналы закрываются, например, после трех штрайков, у вас нету большей возможности этот канал открыть. Вот почему, господа, завизжали немецкие блогеры. Так как они этот закон внимательно прочитали, так как мы уже действия гемы на себе хорошо прочувствовали, и мы понимаем, что принятие этого закона более чем серьезно. О чем говорит Вайжицкий в своем обращении? Она не говорит о том, как можно изменить эту ситуацию. Она лишь говорит о том, что готовьтесь, к весне 2019 года много тысяч блогеров останутся без работы. Мне очень жаль, но я другого способа не вижу. Я считаю, в такой жесткой форме данные поправки не будут приняты. Одна из причин этому следующая. Ну, 500 миллионов зрителей и миллион ютуберов, которые лишатся своих каналов, просто разломают здание Евросоюза. и отменят сами эти поправки вручную. Ну, то есть это, в принципе, в информационном мире такой закон, жесткий и жестокий, он невозможен. Здесь я, опять же, не соглашусь. Не уверен, что блогеры выйдут разносить Рейхстаг. Начинать они будут, как говорится, на мышках. Сначала начнут с Германии и посмотрят, что здесь будет. Народ здесь законопослушный. Да, блогеры возмущаются. Да, призывают писать письма и прочее. Ну, вот петицию выпустили. Да, два миллиона голосов набрали, только плевать они на это хотели. Закон принят. Все еще находятся в состоянии литургического сна, потому что до конца не верят в то, что действительно с весны начнут исчезать один с другим каналом. Предполагаю, что Ютуб что-то предпримет. Но если уж директор Ютуба завизжало, то лично я думаю, что дело более чем серьезно. Сам же Вильгельм говорит о том, что многие его ролики исчезают. Или буквально недавно рассказывает он, исчез канал, который начал рассказывать о постановке в Керчи. Вот мои ролики, например, по питерскому теракту, ну, постановочному, они удалялись по мотиву разжигания ненависти и вражды. Хотя абсолютно никакой ни ненависти, ни вражды они не разжигали. Они людям правду рассказывали о событиях. Вот даже того же Штарка вспомним, как он начал мягко, даже не говоря слово постановка, анализировать поведение Вострикова. И его контент начали удалять. То есть, вот он у нас проанализировал постановку убийства Рослякова, тоже особо не называя это постановкой, но пусть вот он для себя Штарк ощутил, что такое рассказывать элементы правды людям. То есть, ну вот, например, канал Все гряду, все гряду вчерашний удаленный, вот он по-настоящему рассказывал про постановки. Канал там, я не знаю, месяца не просуществовал. Был удален, там просто снесен вчера. К сожалению, толковые там разборы у парня были, многих это заставляло задуматься. Вот у меня вопрос к Вильгельму. Что ты персонально смог сделать, чтобы восстановился этот канал? Или чтобы я мог сделать? Ответ очевиден. Мы ничего делать не можем. Автор канала максимально может попытаться снова зарегистрироваться и открыть очередной канал. Точно так же, если завтра тебе, Вилли, я тебе этого не желаю, прилетит два-три штрайка и твой канал закроют, ну да, пока еще есть возможность открыть будильник, кому не все равно два, и продолжить работу. А представь себе, если такой возможности у тебя больше не будет, ну что ты будешь делать? Ответ очевидный. Ничего. Ты смиришься точно так же, как я и все остальные. Да и сколько каналов на YouTube за все время было уничтожено? Сколько контента было уничтожено? За два года работы моей на YouTube у меня приблизительно 15 роликов просто удалили. При этом они даже не объясняли. Они писали, вы нарушаете правила сообщества. Нам очень жаль, но этот ролик будет удален. Точно так же будет происходить с каналами. Вопрос лишь в том, и этого пока никто не знает, что имеет в виду Вайжицкий, говоря, под мелкими и средними блогерами. Может быть, это 100 тысяч, как у меня, скорее всего. Может быть, 500, может быть, миллион. Ну, например, вот этот парень с 3,5 миллионами считает, что его канал тоже попадет под понятие мелкий и средний. То, что говорит Вайжицкий, останутся крупные, внимание, развлекательные каналы и каналы, относящиеся к телевидению, то есть те, кто закупает лицензии, и на них можно положиться, что они точно авторское право нарушать не будут. И здесь ответ на твой следующий вопрос, Вилли. Во-вторых, сам YouTube и является уже вторым телевидением. Вот у нас есть зомбо-ящик по надстройке ложной реальности, а YouTube делает то же самое фактически. Такие редкие каналы, как мой, как некоторые другие, по-настоящему оппозиционные средства массовой информации, их очень мало, их там в процентном соотношении, там, не знаю, менее процента контента, наверное. А в основном это массовый развлекательный контент, который призван зомбировать людей, вытряхивать из них деньги, энергию и прочие ресурсы. И поэтому, ну как же такой вот, люди, владельцы планеты, грубо говоря, они не будут этот инструмент прекращать им пользоваться. Зачем? То есть, вот такой контент, как мой, вы сами видите, его даже не преследовать перестали, он опасности для системы не представляет. А вот если там рэперов по 4-5 миллионов подписчиков убирать каждый день по одному из Ютуба, это будет угрозой глобальному управлению серьезной. Но это в моем понимании. Конечно же, речь не о том, что Ютуб исчезнет. И конечно же, ты прав, что сильные мира сего не откажутся от такой возможности продолжать одурманивать население. Все правильно. На Ютуб останутся те каналы, которые им нужны. Ну, например, говорящие о косметике, девушки, показывающие задницы, их-то 100% оставят. Оставят также первые каналы российского телевидения, как и основные официальные каналы немецкого телевидения. Ты не успел посмотреть, пусть говорят, конечно же, зайди на Ютуб, а там тебе все серии пожалуйста, или все вечера Владимира Соловьева нет проблем. А вот останутся ли другие блогеры, это вопрос. Я сейчас говорю гипотетически про Россию, пока еще России это не касается. Именно поэтому российский Ютуб ничего по этому поводу не говорит. Германия попадает под первый удар. Весной посмотрим, изменится ли что-то. Но если начнет что-то меняться, а мы здесь уверены, что начнется, то тогда я почему-то не сомневаюсь, что Россия будет следующая, кто с удовольствием поддержит этот закон и тут же примет его на своей территории, потому что по этому закону можно очень хорошо контролировать интернет. Понимаете, под эту сурдинку можно закрыть кого угодно, ничего особо не объясняя. Если кто-то, просмотрев мой ролик, а этих было процентов 80, написали да прекратите, появится Ютуб 2 или например в Юле, что вы так паникуете? Ребята, вы не понимаете, закон принят, это не какое-то там пожелание, а это понимаете ли закон, и он распространяется на все площадки. Я ведь говорил специально привлекая ваше внимание, этот закон распространяется и на Инстаграм, и на Фейсбук, и на Твит, и на все остальные платформы, поэтому совершенно не важно, будет ли это в Юле, или будет ли это Ютуб 2, по этому закону музыканты и творцы могут подавать в суд на любую платформу, смена платформы ситуацию не меняет. Во-вторых, сам Ютуб и является уже вторым телевидением, вот у нас есть зомбоящик по надстройке ложной реальности, а Ютуб делает то же самое фактически. Ну что ж, Виля, очередное противоречие, но ты мне симпатичен, и поэтому я не буду тебя слишком критиковать. И все же, человек, который верит в то, что все вокруг происходит по чьему-то сценарию, что где-то находятся какие-то злые дяденьки, которые пишут разные там кровавые сценарии происшествий, которые организовывают все эти террористические акты падения домов и взрыва самолетов, но ты-то уж точно наверняка веришь в некое мировое правительство или в какую-то кучку могучих мужей с очень большими мозгами, кто и занимается всем этим привлечением актеров, проплаченной массовки, ангажированных солдат ФСБ, спецвойск и прочих, ну вот кто по-твоему делает все эти террористические акты. Значит есть кто-то, кто заинтересован в урегулировании всего, ведь так, это же основная мысль, которую ты несешь, а значит их не устраивает свободное пространство Ютуб, на Ютуб пришли например даже политики, я не знаю Вильгельм, веришь ли ты в независимость Навального, я например не верю, но тем не менее Алексей Навальный может быть даже будущий президент России находится где на Ютуб и рассказывает о всех схемах всех коррупционных чиновников, ну ответь на простой вопрос, может ли это кого-то в конечном счете устраивать, ну если Алексей Навальный независимый человек, конечно же, такое не может устраивать никого, ну а ша твоих кукловодов, по которых ты веришь, это не устраивает в первую очередь, ну вот теперь представим себе, что они ангажируют лобби в европейском парламенте для того, чтобы был продвинут этот закон, ну а когда закон заработает на полную силу, в российском пространстве из каждого утюга будет нестись, ах посмотрите, вот Европа приняла этот закон, ну это же Европа, мы должны обязательно последовать ее примеру, как же нам не защитить наших Пугачевых, Галкиных и Киркоровых, ведь их права очень сильно прижимают, я думаю еще быстрее, чем в Европарламенте такая поправка может быть принята, и тогда российские блогеры тоже очнутся ото сна, правда поддерживать их уже будет некому, потому что нам к тому моменту давным-давно всем заткнут рты, я хочу сказать вам, ребята, что немцы паникуют не зря, они просто грубо говоря задницей чувствуют, что это коснется не только Ютуб, посмотрите на хаштег, ведь он звучит Save You Интернет, не Save You Ютуб, а Интернет, люди говорят о том, что это первый серьезный шаг для цензурирования Интернета, и, что предполагают немцы, мы стоим в начале некоего процесса, этот процесс будет называться урегулирование информационного пространства, хватит, говорят нам толстосумы, хватит молоть то, что вы хотите, мы хотим вас контролировать, и мы начнем вас контролировать, например, на этот раз под сурдинку защиты авторского права, в следующий раз придумают еще что-нибудь, например, защиту личных данных и нераспространения информации. С Ютубом будет все в порядке, инструментом отупления, одурачивания владельцы мира будут пользоваться и дальше, нам будет сложнее вносить правду людей, но временная свобода позволяет дать волю фантазии и все больше и больше людей привлекать в ряды, например, анализа постановок по-настоящему. Что ж, очередное противоречие. Сам же ты говоришь, что мы пользуемся лишь небольшим коридором свободы, который нам выделяют, так как на фоне основных развлекательных блогеров кое-где и проскальзывают политические, ну или вот такие, как ты, или может быть кто еще что-то где-то увидел, какую-то несправедливость и выложил в ютуб. Благодаря этому ютуб и был интересен. Я скажу тебе так, ютуб сейчас не в порядке, а в будущем тем более не будет в порядке. Дай бог, чтобы то, что сейчас происходит в немецкоговорящем ютубе, было лишь личной паранойей отдельных крупных блогеров и меня в том числе. Дай бог, чтобы мы ошибались. Дай бог, чтобы ютуб, как из гема, выкупил права на показ. Я все же думаю, что Вайжицкий обратилась с письмом не случайно. И я думаю, что с весны 2019 года ютуб уже не будет тем, чем он был раньше. Мы вступаем в какую-то другую фазу, и да, ютуб у нас останется, но он будет другим. Вот это моя основная мысль. А сможем ли мы что-то этому противопоставить? Будет ли создан какой-то черный интернет? Запустит ли Илон Маск свои спутники и мы сможем быть на самом деле независимыми? Мы не знаем. Поправки, я думаю, именно в борьбе с так называемыми фейковыми новостями. А слово фейковыми у нас понимает система по-своему. То есть все, что они по зомбоящику показывают правда, а то, что мы показываем, это фейки. Вот с нами и будут скорее всего бороться какими-то средствами. Вот мои ролики, например, по питерскому теракту, постановочному, они удалялись по мотиву разжигания ненависти и вражды. На тропу войны против свободы информации в интернет и конкретно в ютюб, но это касается и фейсбук, инстаграм и остальных, вышли все эти политики, все эти крупные толстосумы миллионеры, и я почему-то думаю, что они скорее всего победят. Они смогут закатать любой ресурс, в том числе и такой, как ютюб. Кое-кто говорит, что это шаги к платному ютюб. То есть, если блогер захочет открыть канал, он должен будет купить, например, лицензию, пройти какой-то курс обучения за большие деньги, и в результате свободных блогеров на ютюб не будет, а будут только ангажированные и, как говорится, проверенные. Дай бог, чтобы мы ошибались. Ну, а тебе, Вилли, как и всем остальным, я желаю удачи. До тех пор, пока мы еще здесь находимся, или, лишь пользуемся этим узким коридором правды. Поживем, увидим, насколько нам еще будут давать такую возможность. Пока. субтитры создавал DimaTorzok